Вчера вечером Бельский окружной избирательный совет принял решение об исключении из избирательной гонки независимого кандидата на пост Примар Бельц Арину Коршакову, которую поддерживает команда Илона Шора и партия Шанс. Во время рассмотрения вопроса у здания Примырии собралось множество людей, которые скандировали «Долой мафию! Долой власти!». Решение было принято по итогам изучения апелляции, поданной действующим Примаром Николаем Григоришиным. 7 ноября около 8 часов вечера Бельский окружной избирательный совет провел заседание, на котором рассмотрел обращение Николая Григоришина, действующего Примара муниципи и кандидата от партии Перемен, на второй срок в данной должности в первом туре. Претензия к Арине Коршаковой заключается в том, что она управляла фирмой, деятельность которой была предъявлена в качестве аргумента при объявлении партии Шор вне закона. Арина Коршакова со своей стороны считает, что решение Бельского окружного избирательного совета выглядит по меньшей мере странным, учитывая, что ее изначально зарегистрировали в предвыборной гонке. Сегодня мы стали действительно свидетелями просто беспрецедентного начала какой-то невозможной войны против нас, против нас всех, против людей, которые голосуют за изменение своей жизни, за лучшую жизнь в Бельцах. Причина не является настолько серьезной, чтобы снимать меня с этой гонки. Мало того, я задаю соответствующие вопросы ЦИКу, который принял меня и допустил до избирательной кампании. Все, что предъявлено мне в качестве объявлений, ЦИК об этом знал. Поэтому очень странная позиция ЦИКа, который принял меня как кандидата. Об этом же говорят и те, кто поддержал Арину Коршакову на выборах в Бельцах. Я приехала из Канады и честно могу вам сказать, что такого беспредела не происходит ни в одной стране цивилизованной мира. Сначала снимают партию Шанс, это более 800 кандидатов в примары. Потом отменяют независимого кандидата, тоже на непонятных условиях, решением ЦИК без суда и следствия, без доказательств по приказу Григоришина и по заявлению от самого Григоришина. Такого беспредела никто не ожидал. Какие-то аргументы и все то, что сегодня высказывалось в комиссии, связанные с регистрацией, с аннулированием регистрации. Вопрос, как Светлана Колесник и все остальные зарегистрировали Арину Коршакову, чтобы после выборов, после того, что они поняли, что она проходит второй тур, ее снять. Данное решение, оно не финальное. Будут, конечно же, поданы все необходимые консистенции во все инстанции и мы будем продолжать бороться. Первое обращение в суд уже подано. Мы подали апелляцию и мы будем добиваться в суде решения обязательно в нашу пользу. Я по-прежнему хочу и буду встречаться с бельчанами, узнавать об их проблемах, узнавать о том, что их больше всего сейчас волнует и что мы должны изменить в будущем для того, чтобы в целом поменять жизнь в бельцах. Адвокат Арины Коршаковой утверждает, что решение было принято окружным избирательным советом в спешке без предоставления права на защиту. Кроме того, адвокатам было отказано в просьбе дать им время для ознакомления с содержанием материалов. Не были предоставлены весь пакет документов, а только частично. Дали нам время, один час, чтобы мы принесли отзыв на эти документы. Но это нереально. Было преграждено право на защиту, не заслушали наших свидетелей, хотя мы просили. Мы позвонили председателю Бельцкого окружного избирательного совета Светлане Колесник, чтобы выяснить, почему не было удовлетворено ходатайство адвоката Арины Коршаковой о переносе заседания на следующий день, чтобы у другой стороны была возможность изучить апелляцию, почему решение было принято поздним вечером, а также почему заседание не было публичным. Колесник попросила перезвонить, но затем не ответила на наши звонки. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Павел Постика сообщил, что ему неизвестны причины, по которым исключили Арину Коршакову, при том, что избирательные советы в своей деятельности руководствуются Конституцией, законами, принятыми парламентом, а также решениями ЦИК. Я не знаю, потому что не мы исключали. Решение принял Бельский окружной избирательный совет. Как я могу комментировать то, что мы не утверждали? В то время, как избирательный орган обсуждал данный вопрос, множество людей собралось перед премарией, чтобы выразить свою поддержку Коршиковой. Люди требовали, чтобы их пустили на заседание окружной избирательной комиссии, которое должно быть публичным, но их требования отклонили. Это уже беспредел снимать кандидатов. Они видят, что сильный оппонент есть, они просто снимают тех, кто может выиграть. Пресс-секретарь парламентской фракции «Партия действий и солидарность» Адриана Влас сообщила нам, что не комментирует эти заявления. В администрации президента пока не отреагировали на произошедшее.